Здравствуйте, мальчики и девочки. Вы ничего не заметили? Весна наступила, ребятки. А это значит, пора обрабатывать своих собачек и кошечек препаратами от клещей и остальных гадов, паразитов. Благо препаратов сейчас в ветоаптеках на любой вкус, на любую заморочку и на любой кошелек. Кстати, о кошельке. Вот эти все процедуры, что я сейчас провожу со своими зверятами, стали возможны благодаря помощи Лены из Тулы. Спасибо, Лен. Основное правило, которое вы должны запомнить, ни один препарат не даёт стопроцентной гарантии. Значит, борьба с клещами происходит на всех уровнях. Осмотр, ошейник, противоблашиные капельки. И опять, это не значит, что будет в стопроцентах. Это просто уменьшится вероятность, что ваша собака заболеет от укуса клеща. А про клещей это небольшое отступление от темы. А тема такая. Первые дни, первые недели в вашей собачке, в вашего щенка у вас дома. После того, как вы приобрели щенка у заводчика или ещё у кого-то, что нужно делать и на что нужно обратить внимание. Часто спрашивают, в каком возрасте начинаете заниматься с собакой. А вот это всё начинается сразу, как только он переступил порог вашего дома. И вы его за очень короткое время должны научить своим правилам. Именно в этом возрасте. Потом с этим будет очень тяжело. А правило, ну не скурить ночью, допустим, спать на своём месте, не грызть обувь, мебель. Да тут целая куча всего, и вот этим нужно заниматься. И это вот она дрессировка с первых дней, первых часов, первых минут вашей собаки дома. Остановимся с подбором места. Место это территория, где она чувствует себя спокойно, уверенно. Здесь уколов не делают, не дают лекарств, не наказывают. И ещё, если вам кажется, что вы подобрали положение вот этого места правильно, а щенок бунтует, прислушайтесь к его мнению. Но, понимаете, вот это всё воспитание и дрессировка – это компромисс. Компромисс между вами и щенком. Вы хотите одно, а он хочет другое. И вот как вы договариваться с ним в этом возрасте будет, так будет это и закреплено на всю дальнейшую жизнь. И на этом этапе самый страшный враг – это мимишность вашего щенка, понимаете? Ну как такому отказать, а? Ну он скурит, он несчастный такой. Ну взять его на ручки, ну взять на постельку. Ребятки, вы сейчас на постельку возьмёте, а уже через месяц-два-три вы его просто оттуда не сгоните. Ему там будет удобно и комфортно. Будет ли вам комфортно с годовалым Ротвеллером под 50 килограмм спать в одной постели? Потому что я не знаю, это на любителя. Есть ещё один момент. Ну вот днём, утром щенок бегает, там прыгает, ему не до этого. А ночью ему становится скучно и страшно, и он хочет компании весёлой. И он начинает скулить, и у вас просто сердце разрывается, и вы идёте и берёте его, выполняете, скажем, его требования. Тут я советую, ребятки, вы лучше к нему подходите, успокаивайте, и не привычайте его к тому, что он будет добиваться вот этих всех своих потребностей с кулежом. Один раз он это попробует, дальше будет очень тяжело с этим бороться. Ещё одно правило, казалось бы, к делу не относящееся, но оно очень важно, ребятки. Значит, всё, что должна собака есть, должно находиться в миске. Всё сверх меры, сверх рациона должно даваться за что-то. Собака должна зарабатывать вот эти вот свои кусочки. Опять это должно быть что-то отдельное и небольшое по величине. Нет, ребятки, проводите здесь нормальную человеческую аналогию. Ничто так не развращает ребёнка, как незаслуженные подачки, незаработные, а просто так, как он не знает цену этому. Я уж не помню, какой по счёту важная вещь, но вы должны тоже это принять к сведению, что щенок – это существо с повышенной энергией, и эту энергию нужно куда-то девать, куда-то сбрасывать. Если вы не создадите условия, при которых он будет что-то грызть, или что-то ломать, или что-то кусать, он быстренько перейдёт на ваши ноги, ваши руки и в ваше тельце. Не давайте ему этой возможности, не приучайте его к таким привычкам, которые потом придётся исправлять. Не зря я сделал плейлист «Щенок Ротфиллера день за днём». Там, я очень мало говорю, но там, вот, вы можете смотреть, вот, щенку три месяца, вот что он делает, четыре. И посмотрите, я с ним занимаюсь, я его дрессирую. Да нет, всё это, вот, самое хорошее воспитание и самая хорошая дрессировка тогда, когда щенок этого не замечает. Впрочем, как и ребёнок. Ну, это так, лирическое отступление. Теперь призыв и прощание. Призыв такой, граждане, мальчики и девочки, подписывайтесь на канал, у нас уже почти 10 тысяч подписчиков и почти 4 миллиона просмотров. Я думаю, что это круто для такого пенсионерского канала. Всё, призыв закончился. Ребятки, господа хорошие, вы сами себе делаете жизнь. Никакой дядя Юра вам в этом не поможет. Подсказать, почему бы и нет. А делать, ну, вы сами думайте головой, и будет вам удача. Ротвейлер Пуська, Ротвейлер Дюшка, Кот Шунька, дядя Юра и Ларочка. Удачи! Ротвейлер Дюшка, Кот Шунька. Ротвейлер Дюшку. Продолжение следует...